Доброе утро, уважаемые жители республики. На настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За прошедшие сутки на территории республики зарегистрирован 51 новый случай новой коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что 42 случая приходится на город Якутск. По сравнению с прошлыми сутками увеличение произошло на 7 новых случаях. В основные очаги города Якутска, они у нас сегодня связаны с самыми близкими для нас контактами. Это семейными контактами. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что при появлении признаков острых респираторных вирусных заболеваний старайтесь не только, соответственно, сразу вызывать скорую помощь, но и попытаться решить вопрос об изолировании других членов семьи для того, чтобы не распространять вирус как таковой. По три случая у нас, по два случая, я приношу извинения, у нас зарегистрировано в Мирненском и в Алёкминском районе. Я хочу обратить внимание отдельно на Алёкминский район. К сожалению, сам район является таким районом благодатным, в том числе для детского отдыха. Очень много ребятишек у нас приехало в Алёкму, в том числе и в дальние поселения. И сегодня, к сожалению, ребятишки у нас, приехавшие в одной из отдаленных населенных пунктов, но которые находятся на транзите в Алёкминском районе, ребятишки привезли и ковид своим родственникам. Поэтому сегодня ряд мер противоэпидемических проводится во втором Нюрегте Алёкминского района, для того, чтобы непосредственно не допустить распространения и в рядом стоящие сёла, и для того, чтобы профилактику провести на более высоком уровне. Два случая у нас зафиксированы в Булунском районе, для нас случаи не являются новыми очагами. Люди находились в провизорном отделении, являлись контактными случаями приезжего в командировку для работы в Булунском районе. Конечно, безусловно, когда в северные районы приходит ковид, у людей возникает определённого рода тревоги. И, соответственно, сегодня в ряде социальных сетей, в том числе на имя главы республики, на моё имя приходят определённого рода вопросы, связанные с тем, что в Булунском районе не принимается должных мер. Но нужно обратить внимание, что наши арктические районы, они действительно долго жили в достаточно в лёгком режиме санитарно-эпидемиологических правил. Поэтому сегодня для них их соблюдение является обязательным. И, конечно же, будет усилена работа как и по ношению масок, так и по контролю за теми, кто осуществляет услуги общепита. И необходимо обратить внимание, что сохраняется по одному случаю в Мегино-Кангаласском, Нюрнгринском и Оленёкском районах. Такая, в целом, ситуация по городу Якутску и по районам республики. На что бы я ещё хотела обратить внимание? Сегодня, в целом, мы, да, действительно перешагнули через границу 5000 случаев. Уже в республике зарегистрировано 5000 случаев, 375. Эта цифра и большая, и маленькая одновременно, потому что, в общем-то, переболевшие люди, они дают определённого рода и прослойку тех, у кого вырабатываются соответствующие антитела. И, соответственно, сама по себе санитарно-эпидемиологическая ситуация, она в любом случае идёт как определённо, имеет положительные сдвиги. На что я хочу обратить внимание особенно? Я хочу обратить внимание и поблагодарить тех жителей республики, которые не только выздоровели уже от ковида, но и те, которые честно и открыто, открывая своё лицо, сказали, что они заразились ковидом, о том, как им пришлось всё переживать, насколько выстроена медицина в республике. Почему я на это обращаю внимание? Потому что эта болезнь новая. И сами по себе ситуации, которые рассказывают люди, которые пережили ковид, они, наверное, для нас больше уроки, чем все вместе взятые наши брифинги, пресс-конференции и подходы властей. Поэтому я прям обращаюсь ко всем, кто пережил уже сегодня ковид. Рассказывайте это своим друзьям, рассказывайте это своим соседям. Для того, чтобы все понимали, болезнь существует, она есть. Ну а в целом нам всем нужно просто-напросто остерегаться. Сегодня уже наступила пора лета, и мы уже начинаем возвращаться из непосредственно отпусков с определённого рода поездок. В республике принято послабление, по которому отменён двухнедельная изоляция прилетающих из других субъектов Российской Федерации. Но это не остановило ситуацию, связанную с тем, что люди не привозят ковид. Опять пошла волна привозного ковида, особенно на юге республики. Поэтому я прошу прежде всего свои меры самоограничения и самосохранения принимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!